В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня дебютант Государственной Думы Александр Шерин. Александр Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, уникальный проект «Спецпоезд ЛДПР». Что это такое и где вы были? Ну, этот уникальный проект, который использует только ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский направляет «Спецпоезд по Российской Федерации». В составе этого поезда едут депутаты Государственной Думы, активисты ЛДПР, и мы организуем встречи на железнодорожных станциях, крупных вокзалах, где проживают люди. Вручаем сувенирную продукцию, печатные материалы ЛДПР. Но самое главное, у людей есть возможность вживую пообщаться с депутатами Государственной Думы. Ну и мы, соответственно, собираем письменные обращения граждан, если таковые имеются. Этот поезд закончился 20 марта, и следующий поезд уже пойдет по территории Рязанской области в конце апреля и начале мая. Он пройдет по практически всем районным центрам и населенным пунктам, где есть крупные железнодорожные станции Рязанской области. Задача ставится в канун выборов губернатора Рязанской области проехать на нашем спецпоезде, еще раз ознакомиться с теми проблемами, которые существуют на территории нашего региона, еще раз пообщаться с нашими активистами, избирателями, жителями Рязанской области. Ну и, естественно, предоставить им возможность без посредников вживую пообщаться со своими депутатами. Я, естественно, как депутат Государственной Думы, избранный от Рязанской области, и во фракции ЛДПР я представляю Рязанскую область, имею на этом поезде честь и возможность проехать по нашему прекрасному Рязанскому краю, пообщаться с нашими избирателями. И дополнительная информация, она будет выложена на сайте Рязанского регионального отделения ЛДПР, или можно будет позвонить по телефону 37306 в нашу приемную ЛДПР по Рязанской области, или можно зайти к нам в гости улицы Вокзальной, дом 11, и мы более подробной информацией уже ближе к началу движения поезда, еще раз напомню, это будет в конце апреля, расскажем, на какой станции, во сколько будет останавливаться наш светспоезд в Рязанской области, и сколько времени мы будем проводить на той или иной станции. И еще, пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, обратиться к нашим хозяюшкам, Рязаночкам. Приближается сезон огородов и дач, и у нас в этом году впервые была выпущена такая продукция от Владимира Вольфовича Жириновского, это семена различных овощных культур, и сегодня по адресу улицы Вокзальной, дом 11, каждый может прийти, и особенно, я понимаю, что наши хозяюшки, Рязаночки этим вопросом занимаются, могут прийти и получать семена различных культур бесплатно в такой красивой упаковке. Вот лидер ЛДПР, подарок для весенних работ на приусадебных участках. В принципе, наша партия ЛДПР выступает за то, чтобы любой участок земли на территории Российской Федерации, особенно для нашего аграрного региона, как Рязанской области, он использовался под назначением. Если нет возможности посеять какие-то культуры по причине отсутствия семян, то такую проблему, особенно для пенсионеров, может быть, малообеспеченных семей, многодетные семьи, мы с удовольствием предоставим такую возможность. Вот во время спецпоезда с какими вопросами чаще всего обращаются жители? Уникальность состава заключается в том, что он помогает нам быть аргументированным в своих законодателях инициативах. Конечно, вопрос номер один, самый болезненный, это тарифы на услуги ЖКХ. И, конечно, сегодня в законодательстве настолько много пробелов, все нечетко и неясно прописано, в том числе, что касаемо управляющих компаний. Поэтому мы должны сегодня эту работу вести, и мы должны прислушиваться и к жителям, и к управляющим компаниям. И, конечно, я на сегодняшний момент со своими коллегами фракции ЛДПР вижу основную задачу, это добиться того, чтобы договора были тройственные. То есть договор должны подписывать не только управляющие компании, жильцы домов, но и в том числе представители органов местного самоуправления, уполномоченные, которые берут на себя ответственность не только лицензировать управляющие компании, но и подписаться под этим договором, что та компания, которая выходит на рынок и оказывает услуги в сфере ЖКХ, она может действовать только под полным контролем органов местного самоуправления. Ну, допустим, такая ситуация бывает, когда людям повышают в одностороннем порядке, а, к сожалению, по нашему законодательству такое право управляющей компании есть, повышают в одностороннем порядке стоимость обслуживания квадратного метра жилья. Люди могут быть довольны или недовольны этим, но они вынуждены платить. Дальше следующая схема. Управляющая компания эти денежные средства проворачивает по своему усмотрению и организует систему банкротства. Появляется другая управляющая компания, которая, может быть, немного видоизменяет свое название, юридические данные, но люди, которые стоят за этой новой управляющей компанией, они те же самые, что и в той управляющей компании, которая, скажем так, кинула людей. И начинается хождение по кругу. Органы местного самоуправления говорят, что мы здесь ни при чем, у вас взаимоотношения с управляющей компанией. Вот чтобы такого не было, договора должны заключаться тройственные. То есть должны подписывать представители органов местного самоуправления. Они должны брать на себя ответственность в случае, если управляющая компания не выполняет своих обязательств. А иначе зачем они ее впустили на этот рынок? Также необходимо на федеральном уровне обозначить вилку. То есть минимальная стоимость обслуживания жилья и максимальная. Чтобы вот в этих пределах мы четко понимали, что если какая-то компания пытается жильцам повесить лапшу на уши о том, что они будут обслуживать их жилье за 5 рублей квадратный метр, а минимальный порог будет составлять, грубо говоря, 7 рублей, то все будут понимать, что это обман. Как только управляющая компания выдавливает другую управляющую компанию, и люди переходят к ней в надежде получить более дешевые услуги, потом эта управляющая компания начинает эти услуги повышать в одностороннем порядке. И таких моментов много. Тоже людям непонятно, почему взимается плата за вывоз мусора не с количества людей или не с количества мусора, которое выбрасывается на свалку, а с количества квадратных метров квартиры. То есть все эти моменты, конечно, мы аккумулируем и будем соответствующие законодательные инициативы носить. Но самое главное, необходимо добиться того, чтобы органы местного совправления и государственные власти получали гарантированные государством стоимостные услуги на энергоресурсы. Сегодня монополисты диктуют свои цены и каждый год их повышают. И люди страдают, и предприятия страдают, и мы не можем гарантированно знать, сколько будет стоить в следующем году электричество, газ или вода. Поэтому это должны быть только государственные структуры, и цены должны быть только государственными. Что касаемо Рязани, Рязанской области, какие на сегодняшний момент основные проблемы, которые необходимо решать в нашем регионе, мы видим. Во-первых, это, конечно же, дороги. Я думаю, что высшее должностное лицо региона обязано самостоятельно принимать качество выполненных работ, потому что наши дороги, конечно, находятся в крайне плачевном состоянии. И возникает такое впечатление, что их специально так ремонтируют, чтобы на следующие выборы было что ремонтировать и чем отчитываться перед избирателями. Дороги должны иметь гарантийный срок. И те компании, которые привлекаются к строительству и ремонту рязанских дорог, это должны быть исключительно рязанские компании. Я понимаю, что проводятся торги, я понимаю, что существуют определенные условия, но те, кто проводят торги на территории нашего региона, они должны быть в том числе заинтересованы, чтобы дороги выполнялись в срок, качественно, в соответствии со всеми необходимыми ГОСТами, но и в том числе надо учитывать, чтобы эти работы выполнялись нашими местными компаниями. Потому что потом приходится нам искать каких-то юридических лиц, которые некачественно выполнили свои работы по ремонту дорог. На следующий год надо дороги ремонтировать по гарантийному сроку, по гарантийным обязательствам, а эту компанию найти очень сложно. Второй вопрос, это, конечно, сельское хозяйство. Нам необходимо создать все условия для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители имели возможность реализовывать свою сельхозпродукцию, в том числе и на московских рынках. Третий вопрос, это, конечно, туризм. Необходимо развивать гостиничную деятельность в Рязанской области, необходимо выделять денежные средства, в том числе выбивать из федерального бюджета на реконструкцию наших памятников, архитектуры и культуры. У нас очень богатая история нашего региона. Очень много выдающихся людей родились и выросли в Рязани и в Рязанской области. Конечно, здесь очень много могло бы быть музеев открыто, и это привлекало бы туристов. Еще одна составляющая, конечно же, спортивная база. В Рязани необходимо заниматься развитием спортивной базы, спортивной площадки, стадионы, чтобы все крупные соревнования, которые происходят на территории Российской Федерации или в городе Москве, их можно было переносить на нашу рязанскую землю. Ну и, конечно, немаловажно это создание рабочих мест в районах Рязанской области, потому что очень много молодых людей уезжают на заработки в Москву. Невозможно создать нормальные полноценные семьи. Многие семьи распадаются, потому что ребенок с мамой, папа где-то на работе в Москве. И, соответственно, очень плохой контакт. И в связи с этим у нас в Рязанской области очень много появляется заброшенных домов в сельской местности, потому что люди их бросают и выезжают. Поэтому в итоге необходимо произвести ревизию Рязанской области, то есть понять, кому принадлежат или не принадлежат те или иные земельные участки, кому принадлежат либо не принадлежат заброшенные дома, составить реестр предприятий, которые сегодня не функционируют. Предприятия необходимо выставлять на площадку, всячески их продвигать для того, чтобы привлекать инвесторов. Те дома, которые сегодня находятся не в используемом виде, то есть эти дома, которые заброшены, и мы не можем найти собственников, необходимо всю юридическую базу проводить за счет правительства Рязанской области и привлекать наших соотечественников. То есть очень многие люди, которые желали бы переехать жить в Российскую Федерацию, они должны приехать к нам в Рязанскую область, здесь у них должна быть предоставлена возможность проживать, потому что очень много заброшенных домов, они могли бы жить в земельный участок, заниматься приусадебным, личным подсобным хозяйством, фермерством. Таким образом, мы бы увеличили численность населения в Рязанской области, увеличили бы в том числе и доходную часть нашего бюджета, потому что это и налог на доходы физических лиц, и налог на имущество, потому что если имущество бесхозное, то, соответственно, с него не взимаются налоги. Вот эту работу необходимо проводить на сегодняшний момент в Рязанской области. А что касается экологии, проблемы приобретают уже достаточно масштабную угрозу, это и качество воды, и мусор, и Турлатовский полигон, вот здесь, как вы? Это очень правильный вопрос, особенно в свете того, что 2017 год объявлен годом экологии. Конечно же, нужно строить очистные сооружения. Необходимо добиваться от предприятий и всячески их стимулировать, для того, чтобы они побольше инвестировали денег на окружающую среду. То есть все предприятия должны иметь несколько колец зеленых насаждений за счет этого предприятия. Должны строиться очистные сооружения. Конечно, должны строиться на территории Рязанской области мусороперерабатывающие заводы. Если мы будем строить мусороперерабатывающие заводы, то эти предприятия будут получать выгоду за счет переработки мусора. И уже не рязанцы будут платить за то, что у них мусор вывозится, а возможно наступит то время, когда мусороперерабатывающие заводы будут платить рязанцам за то, что они сортируют свой мусор на пластик, металл и какие-то другие органические отходы, для того, чтобы покупать у рязанцев мусор. Я вам хочу привести пример, что на сегодняшний момент в мире существует такая практика, что Швеция уже покупает мусор и кораблями им завосят, потому что очень хороший бизнес на этом построен. Поэтому рязанская область в этом плане может быть впереди не только России, но и Европы. Мы можем перерабатывать мусор не только, который скопился годами на территории нашего региона, но возможно и близлежащих регионов и получать дополнительные доходы в бюджет рязанской области. Александр Николаевич, в средствах массовой информации прошла информация, что вы станете кандидатом на выборах губернатора рязанской области. Что касаемо лично моей кандидатуры, я с удовольствием бы принял участие в этих выборах, если руководство партии посчитает это возможным и нужным, по одной простой причине. Я являюсь депутатом Государственной думы фракции ЛДПР от Рязанской области. Я очень хорошо знаю наш регион, я здесь живу, и я здесь планирую остаться жить после того, как закончатся те или иные мои полномочия. И в том числе я уже баллотировался на пост губернатора Рязанской области. Конечно же, когда рассматриваются партиями, кого выдвигать, как правило, партия на такой высокий пост выдвигает человека, который на данный момент занимает наиболее высокий статус. Я являюсь депутатом Государственной думы. На тот момент я являлся депутатом Рязанской областной думы, но у нас депутата Государственной думы от Рязанской области не было. У КПРФ, к сожалению, депутата от Рязанской области Государственной думы нет, который был бы рязанцем. У «Справедливой России» такая же ситуация. Думаю, именно поэтому Сергей Миронов, и рассматривая политические партии, ни в коем случае не умаляя представителей ни той, ни другой партии в Рязанской области, возможно, он и предположил, что, исходя из того, что у Рязани в Государственной думе от ЛДПР в моем лице есть представители, он, наверное, так и предположил. — Александр Николаевич, Вы активный пользователь социальных сетей, в том числе Инстаграма. Вот для Вас это хобби, развлечение или же неотъемлемая часть Вашей работы? — Конечно, со своими коллегами мы активно используем эти носители, на которых наши избиратели и люди, которые хотят увидеть, чем занимается в данную минуту депутат, какие идеи, какие выступления. Ведь, к сожалению, мы уже неоднократно об этом говорили, у жителей Российской Федерации нет возможности посмотреть по телевизору прямой эфир из зала пленарных заседаний Государственной думы. Конечно, в интернете транслируется на сайте Государственной думы прямой эфир из зала пленарных заседаний. А вот так, чтобы в каком-то отдаленном уголке Рязанской области, там, где неустойчивый сигнал интернета, или, допустим, люди более преклонного возраста, которые не являются активными пользователями соцсетей или интернета, им было бы более доступно общий федеральный канал. Нажал кнопочку, и среда, и пятница, два дня в неделю, пленарные заседания, ну, допустим, на канале «Россия-24». Можно было бы в прямом эфире посмотреть, о чем же говорят все-таки депутаты Государственной думы, которые избраны от твоего региона. О чем говорят списочники, одномандатники, как они голосуют по тому или иному закону. Спасибо вам большое за беседу. К сожалению, время программы подходит к концу. Теперь зрители напомнят, что в гостях у нас сегодня был депутат Государственной думы Александр Шерин. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!